всем привет друзья с вами варчик и давно не было гайдика у нас на канале поэтому осмелюсь очередной раз поправить некоторых игроков в нашем замечательном рандоме а именно подсказать им в каких местах они ошибаются и из-за этих ошибок в частности мы будем рассматривать одну в этом видосике из-за нее очень часто происходят turbo бои причем на многих картах не на одной не на двух там целый ряд карт где есть похожая ситуация и на ней очень часто происходит одна и та же ошибка каждый бой на протяжении 10 лет я вижу эту одну и ту же ошибку и за последние три-четыре года она чаще всего приводит к turbo сливу ну либо к turbo победе если враги это делают сразу не забываем ставить лайки делать репостики скидывать видосики своим друзьям потому что доколе я буду наблюдать эту ошибку в рандоме я устал устал видеть эту ошибку поэтому я вам сейчас я покажу скидывать этот видос всем пусть они посмотрят хватит пусть бои будут нормальные не надо так ошибаться сейчас я вам все покажу на многих картах существует своего рода такая вот тактическая зона называемая штаны на ней можно сделать очень много различных приемов для того чтобы выиграть эти штаны либо как можно дороже их продать если враги его все равно заберут но заберут так что лучше бы и не забирали и так на многих картах есть штаны даже на некоторых вы наверно не догадывает что что это штаны но они штаны почему во первых это штаны во первых потому что они похожи на штаны вот одна штанина вот вторая вот принципе и штаны получаются и так на многих картах они есть и на всех картах танкисты ошибаются и все ошибки похожи рассмотрим для начала карту карелия самая распространенная ошибка почти во всех штанах на всех картах это если верх штанов принадлежит врагам то внизу находиться нельзя ни с какого респа ни на одной карте потому что вас сверху будут убивать вас снизу могут контролить что с одного фланга что с другого фланга вам придется занимать укрытие так чтобы и спереди не получать а сверху уже не получится то есть вам придется по-любому под какую-то сторону подставляться поэтому ни с одного фланга ни с другого нельзя находиться никогда в жизни ни на одной карте внизу когда вверху враги это самая распространенная ошибка и очень часто так бывает что штаны вверху заняты врагами а снизу какой-нибудь тяжик едет сюда к камню даже если ты доедешь до камня что с одного респа что с другого неважно ты там и сдохнешь и снизу вверх ты не сможешь нормально толком стрелять потому что приведен к в лд врагов будет большая ты будешь не пробивать а твоя приведен к твоей брони сверху вниз будет хуже тебя еще и пробивать будет легче плюс еще крышку двигателя у всех танков сверху вниз видно еще и двигатель будет гореть частенько то есть находиться снизу очень плохо и на большинстве картах эта ошибка приводит к турбобою поскольку сюда танки вниз едут мало того что сверху поумирали когда заезжали в штаны поумирали еще и вниз кто-то приехал еще добавила смертей уже очень много танков сдохло не зашло и все когда большого количества танчиков в команде нету она не контролирует позиции все умирают как же выигрывать штаны если мы снизу закатываемся допустим с левого респа вверх то самая опасная позиция когда мы закатываемся вверх что с одного респа что с другого респа это вот это вот возвышенность которая нас ждет когда мы в них заехали в эти штаны поскольку с обеих респа это возвышенность лучше всего простреливается то есть мы сюда приехали что с одного респа что с другого респа мы простреливаемся с базы плюс артиллерия сюда за сводится с первой минуты боя и сюда мы простреливаемся не со всей базы но с края базы собой хрис пол сюда есть прострел также с плато сюда тоже есть прострел откуда угодно из болота тоже это самая опасная . в этих штанах она находится вот здесь и когда на первой минуте вы приезжаете в штаны заезжайте наверх думать о все класс уже обрадовались я выиграл штаны я туда доехал нет ты выиграл штаны когда ты заехал в них и не сдох а выезжая вот в это место ты скорее всего умрешь потому что в тебя сейчас на первой минуте скинется вся карта и вся артиллерия которая существует в бою поэтому вот сюда выезжать нельзя и вообще никогда в жизни максимум можно вот сюда подниматься что с одной стороны что с другой к вершине и вверх выезжать нельзя потому что как только ты сюда вот выкатываешься ты виден на пол карты так как же выигрывать штаны на лтшках и стшках если мы закатываемся снизу и не можем объехать никуда то подъезжаем сюда и стоим от башни рентгенем и светим врагов если они выйдут сюда вот вверх они сами сдохнут если есть возможность нам нужно объехать по широкой желательно не светится и объехать вокруг в эту выемку либо с другого респа объехать в эту выемку либо в эту и убивать врагов от башни сверху отсюда убиваем от башни либо отсюда убиваем от башни штаны выиграются таким образом нужно вокруг объехать соответственно мы должны посмотреть на карту нету ли никого с болота никто нас не светит не рентгенит и мы должны аккуратно ехать если что у нас есть камень за которым мы можем спрятаться но тоже он нас будет сейвить только от балкончика вражеских поэтому думайте что если вы подъехали под этот камень и стоите вот здесь либо вот здесь мы защищаем себя только от балкончика на одном респе либо от балкончика на другом респе от плато и от болота мы себя не защищаем и лучше всего ехать начале пока еще никого здесь нету быстро проехали все то есть соответственно медленный танк уже не подходит а медленный танк должен играть здесь от башни и все либо если он очень медленный он даже дать не должен ехать в штаны потому что не доедет поэтому мы играем здесь на повороте дальше никуда не едем либо если мы пт-шка то мы стоим где-нибудь вдали на красной линии с одной или с другой стороны и стоим кемперим либо если вы заранее уверены что вверх выигрывается и там но очень все хорошо можно заранее снизу с одной стороны либо с другой подъехать чтобы играть от башни вперед либо если в штанах сверху все хорошо но здесь стоят танки которые не поднимаются и живут светят можно снизу подъехать и в жопу их разбирать с одной стороны и с другой стороны но если штаны сверху проиграются то снизу вы умрете поэтому вы должны заранее понимать что вы скорее всего практически сто процентов выиграете либо если вы не уверены лучше не ехать вот у нас другая карта эта карта рудники и в принципе ситуация та же самая вот наши штаны корявенькие не сильно похожи но в целом это те же самые штаны и если сверху враги выиграли то вот сюда под камень подъезжать нельзя потому что они вас будут убивать в бочину отвлекать и как только вы куда-то не туда повернетесь они каждый раз вас будут дамажить ставить ноготок стрелять в двигатель вы будете гореть на катке стоять умирать и в целом так делать нельзя если врагам принадлежит гора под камень заезжать нельзя но такое надо бывает и такие люди сливаются в нули ну если они этого не понимают вот я вам объясняю что вы здесь умрете под этим камнем если верх принадлежит не вам вот у нас следующая карта тундра и вот наши штаны которые теперь немножко в другом виде на другой карте но принцип тот же самый если верх принадлежит врагам вот здесь внизу под камнем стоять не нужно вас будут разбирать в бочину и если вы развернетесь и будете типа танковать вверх выйдут сзади вас раздамажит либо если вы будете заняты низом вас сверху раздамажит поэтому все то же самое если вверх принадлежит врагам внизу находиться нельзя потому что в этом сольетесь бесплатно и подведете свою команду из себя и свой результат и начнется turbo слив вот у нас карта жемчужная река и здесь та же самая ситуация под вот этот центральный камень подъезжать нельзя если враги проехали либо в центральный двор наверх либо если они находятся с другой стороны и под этим камнем вас будут разводить с разных сторон вы будете под ним умирать поэтому подъезжать под него нельзя если слева или справа смотря с какой стороны вы играете находятся враги там можно находиться только если союзники заняли обе стороны и вы используете этот камень как укрытие ну и наверное самая большая штанина нашей великолепной игры world of tanks это вся карта оверлорд как вы уже по прошлым примером догадались если сверху враги выиграли снизу находиться нельзя но на этой карте очень часто так бывает что ваша вся команда сидит внизу вверх вы проиграли и все это в принципе поражение с этим вы практически ничего не сделаете потому что снизу вверх вы не сможете адекватно выехать ни с какого респа потому что пока вы будете выезжать вверх вас будет убивать от башни вас будут светить закидывать артой и выехал вверх вы принципе выезжаете в открытое поле очень редко когда получается победить если вверх в начале боя вы проиграли поэтому самая большая штанина картошки это оверлорд целиком и весь если команда едет вниз то чтобы она выиграла она должна быстро продавить направление пляж и как можно быстрее подниматься вверх пока команда которая осталась вверху не проиграла и не оставила к свою команду меньшинстве внизу в яме погибать вот такие мои советы для того чтобы вы играли лучше у вас было меньше турбо боев не ошибайтесь играть красиво с вами был арчик всем пока